Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Пам-пам! На горизонте уже виднеется долгожданная премия «Оскар» — вручение наград самым клёвым фильмом, большинство из которых вы, скорее всего, даже не смотрели. То есть для меня хороший показатель — это увидеть хотя бы половину фильмов из номинации «Лучший фильм года». В этот раз я только «Гравитацию» увидел, но ещё есть время, чтобы некоторые другие посмотреть, так что я не отчаиваюсь. В этом году ведущей премией будет американский женский и лесбийский вариант Ивана Урганта — Эллен Дедженерис. Сама премия пройдёт 15 февраля, то есть уже вот-вот буквально. Но не об этом речь. На днях разразился скандал. По американскому телевидению засветили имя победителя в одной из самых основных номинаций. Предположительно засветили. Дело в том, что в одном из репортажей на камеру засветили табличку, которая крепится к самой статуэтке. И на ней было написано, что премия за главную мужскую роль отходит Леонардо Ди Каприо за фильм «Волкс Уолл Стрит». Тот самый Леонардо Ди Каприо, который снялся в огромном количестве шикарных фильмов, который гениальный актёр, но при этом не получил ни одного Оскара до сих пор. И наконец-то сотни тысяч постов ВКонтактики возымели свой эффект. Будет у Лео Оскар. Ну, либо всё намного проще объясняется. Такие таблички изготовлены для каждого номинанта. Только в момент открытия конверта и объявления победителя одну из табличек с именем выигравшего человека берут, наклеивают на двухсторонний скотч и крепят к статуэтке и вручают её. То есть существуют такие же таблички с именами Мэтью МакКонахи и Кристина Бэйла. Просто репортеры взяли именно табличку с именем Леонардо Ди Каприо. Видимо, таким образом хотели подшутить над ним. Но, честно говоря, у меня ощущение, что Ди Каприо уже вообще сам давно забил на этот Оскар. То есть раньше, когда он снимался в бандах Нью-Йорка, в Отступниках, там было видно, что это такие прям драматические роли, которые нацелены на Оскар. А в последнее время кажется, что он просто развлекается и снимается только в своё удовольствие взять того же Джанго освобождённого. Кстати, раз уж пошла тема Оскаров, то напишите в комментариях, какие, на ваш взгляд, были лучшие фильмы за прошедший год. Может быть, какие-нибудь шикарные актёрские работы были, которые стоит оценить. То есть, что мне стоит посмотреть до 15 февраля? Пам-пам! Одна из самых драматичных новостей последних дней касается мобильной игрушки Флэппи Бёрд. Началось всё достаточно прозаично. Разработчик мобильных игр Нгуэн Донг создал простенькое приложение для айфонов и андроида. Действительно, игрушка очень простая. Вся её суть в том, что вы должны помочь маленькой птичке пролететь как можно дальше, не задевая труп. Каждое ваше нажатие пальцем на экран — это взмах крыльев. Всё! Ну и ещё графика подозрительно напоминает о братьях Марио. Казалось бы, что тут такого? Но игра дико сложная, просто неимоверная. Чтобы набрать хотя бы 10 очков, пролететь 10 труп, вам нужно потратить огромное количество времени и кучу попыток. Люди играли во Флэппи Бёрд, у них не получалось ничего, они злились, писали гневные, просто полные ненависти отзывы в магазине приложений, и через какое-то время интернет узнал об этой чудесной игрушке. И понеслось. Видео с рекордами, видео с неудачами, видео со вспышками гнева, видео с разбитыми телефонами. Как только я увидел новость о том, что игра заставила кого-то разбить свой телефон, я её сразу же поставил, потому что это уморительно. Мой рекорд где-то 3 или 4 очка. Блин, что ж, это действительно очень тяжёлая и сложная игра, я, пожалуй, удалю её, чтобы сохранить свои нервные клетки, сыграю во что-нибудь другое. Говорят, вот Super Meat Boy весёлая игрушка. В какой-то момент игра стала настолько популярной, что её создатель зарабатывал 50 тысяч долларов в день. Но на днях случилось странное. Флэппи Бёрд исчез из магазинов приложений Apple и Android. Автор сказал, что сам его оттуда убрал. Как он это объяснил? Я не хотел, чтобы игра вызывала привыкание. То есть вы недовольны, что создали очень примитивную, при этом дико сложную игру, которая стала неимоверно популярной, принесла вам огромные деньги? Ненавижу быть богатым. Дошло даже до того, что после удаления игры из магазина приложений на eBay стали продавать смартфоны, на которых Флэппи Бёрд ещё установлен. Кто-то даже хотел заплатить за него 100 тысяч долларов, но eBay сказал, «Отменить всё! Вы чё, с ума сошли? Подавать приложение в телефоне! Это не по правилам!» Как понимаете, у геймеров сейчас тяжёлые времена. Есть только одна хорошая новость. Другая игрушка, которая раньше была просто весёлым видео в интернете, теперь официально выйдет как полноценная игра в Стиме. Я, конечно же, говорю о симуляторе козы. Ну разве не фантастика? Кому теперь нужен Half-Life 3? Пам-пам! Как видите, я сейчас нахожусь за много километров от Сочи. Вынужден все трансляции смотреть через интернет, или телевизор включать. Понимаете, я выбирал между поездкой в Сочи и своей почкой. И выбрал сохранность внутренних органов. А знаете, кто поехал в Сочи? Наше правительство. Такое ощущение, что президент, премьер, весь кабинет министров, их замы, замы, замы все укатили на курорты Краснодарского края, чтобы смотреть, как мужики в обтягивающих костюмах катаются по кругу. А за страной кто смотреть-то будет? Вот это ж всё без надзора скоро в анархию скатится. В Питере, например, недавно состоялась масштабная битва с нежками. Её же в прошлом году ОМОН вот так вот разогнал. А сейчас всё нормально. Оставили их в покое. Понимаете, ослабевает контроль. На Ютьюбе вот скоро стартует неделя анархии. Хотя, признаюсь честно, для меня неделя анархии началась достаточно давно, когда били интеграцию с Google+. Но это же только начало. Дальше по стандартной схеме. Митинги, парады, мосты, телефоны, телеграфы. Я уже про движение за права женщин молчу. У них и так огромная власть в руках. Они ещё большего хотят. Это был чисто мужицкий продукт. Побрызгал на себя шоколадкой, и всё, чики слетелись. Я не понимаю, кто на это покупается. То есть, ну это же не может работать в реальном мире. Ну что ж, давайте попробуем. Эксперимент на себе. Не жалею. Воу, 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 вы кто такие? Что, что, что вы делаете у меня дома? Я же дверь запер. Воу, тёлочке полегче. Воу, воу, о да, продолжай. Ну, допустим, пока полиция едет сюда разбираться, что произошло, я хочу сказать, что, в принципе, за активность со стороны женщин. Не проникновение со взломом, а активность в отношениях. Потому что, чем больше активность со стороны женщин, там, всякие звонки или приглашения куда-то, тем больше я могу лениться. Так, лошадку поставь, пожалуйста. То-то же. В общем, девчонки, как видите, я классный. На меня все липнут. Поэтому у меня в приложении Хатунат почти 8 баллов. Подписывайтесь на мой инстаграм. Вот, ссылка. Подписывайтесь на инстаграм, говорю. Бесполезные женщины. В общем, удачи нашим спортсменам на Олимпиаде. Пам-пам. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста, подпишитесь. Там, вот тут и там. Еще здесь можно будет подписаться. И лайки ставьте. И позвоните мне, я вас подпишу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.